Две национальные культуры в одной семье и, как следствие, в доме Амира Исмаилова и Татьяны Ушанковой все дети отличники, а старшие лауреаты международных конкурсов. Сегодня супруги награждены медалью Ордена Родительской Славы. У нас вот именно сын, обладатель таких вот премий международных, и дочь тоже именно художественного творчества. Вот она как бы мечтала поступить в архитектурно-строительный университет, то есть она там учится, в Московском архитектурно-строительном университете. Под занавес уходящего года в Самарской области по традиции вручаются государственные награды. В числе лауреатов самые заслуженные. Это важный этап в жизни каждого из них, признание заслуг и задел на будущее достижение. Очень высокие награды Родины, здарственные награды. Это всегда дополнительные награды. Конечно, каждый из вас внес особый вклад в развитие области, да и крупной области. Но и страны каждый из вас пользуется огромным уважением с его коллективами. Сварщик завода «Салют» Давид Ганелин делал еще первые самарские двигатели. Указом президента России награжден Орденом Почета. Даже гендиректор предприятия считает его своим учителем. Председатель областной организации Союза композиторов России Марк Левянт награжден Орденом Дружбы. По словам музыканта, это заслуга всех, с кем он сотрудничал в творчестве. Я эту награду делю со всеми, с кем я работаю все эти годы. Разделяю с моими композиторами и музыковедами, членами Союза композиторов. Я разделяюсь с теми артистами театра, оперы и балета, с артистами филармонии, с артистами симфонического оркестра. Заместителю министра социально-демографической и семейной политики региона Елене Гриценко вручена медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Начальнику гидрометцентра Приволжского управления Людмиле Ануровой присвоено звание «Заслуженный метеоролог России». Жители Самары хорошо знают главного самарского синоптика. Прогноз на 2017 год самый благоприятный. Надо надеяться, что будет не хуже, чем в этом году. Я всех поздравляю с Новым годом, наступающим. Пусть все будет хорошо. Самое главное – здоровья, успехов и погоды хорошей в доме. В числе награжденных – машиностроители, нефтяники, врачи, учителя, работники культуры, многодетные родители, спортсмены, генеральному директору хоккейного клуба «ЛАДА» Владимиру Вдовину объявлена благодарность президента России. А от Федерации хоккея России диплом вручен главе региона за вклад в развитие этого вида спорта. В губернии учреждены также областные награды. За заслуги перед Самарской областью, за труд во благо земли Самарской, почетный знак трудовой славы, а также звание заслуженной в каждой из профессий. Всего в этот день награждены 38 человек. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.